Продолжаем наш эфир. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Доброе утро. Доброе утро. Слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот что важного сейчас мы можем получить от Германии, если она таки удвоит, как обещал министр обороны Борис Писторио, свою военную поддержку? Что необходимо сейчас нам в первую очередь? Ну, конечно, очень четкая позиция, что Германия, как и лидер именно в Европе, но и лидер именно по поставке вооружения, техники, боевых классов, финансовых средств Украине, она перебирает и функцию как раз лидерства в целом. Так как и сказали лидеры Евросоюза, что вот именно с приходом к Трампу могут быть какие-то нюансы в плане финансирования. Хотя я также не верю, потому что я знаю хорошо республиканцев, они будут поддерживать именно модель поддержки и предоставления помощи Украине. Ну вот, не в таких объемах, но это была четкая линия поддержки в военном формате, финансовом. Ну, конечно, система контроля будет работать. Германия тут уже, конечно, будет определять и свою позицию, и позицию Евросоюза. И закладываются разные модели, финансируют до 50 миллиардов долларов, это большая позиция. Ну и, конечно, 8 миллиардов сама Германия, это уже конкретный пример и вклад. В первую очередь, конечно, это система противовоздушной обороны, на что они нацелены. Это Патриоты, это Айлисы, это Кипарты, это, соответственно, токийские и зенитно-ракетные системы. Это зенитные системы для защиты, в первую очередь, объектов энергоструктуры. Это возле каждого, например, или ТЭСа, ГЭСа, например, трансформаторной станции. Это создание щитов. От беспилотников, начиная тех средств, что я говорю, заканчивая стратегическими системами ППО, которые уничтожают баллистику, уничтожают краеватые ракеты. Это, конечно, будет обесценивать всю систему Российской Федерации. Вторая составляющая, это, конечно, они специализируются на бронетанковой технике. Уже нам передали несколько сот леопардов. Соответственно, передаются именно сейчас уже новые, отремонтированные, новые и отремонтированные, также танки. Это ремонтные базы, которые будут создавать условия для ремонта техники, которая вышла из строя. Или, например, за счет не только боев, а, например, чисто технологических. Это самоходные установки, очень эффективные. Они имеют очень продвинутые в мире, поэтому я думаю, что это будет очень мощная система. Это радиолокационные системы, это вместе с американской создание электронного щита. Тут могут быть и против дронов, и против даже ракет, так как эти новые системы могут разворачиваться уже в формате и на поле боя, и в конкретных секторах, где будут выявлять дальние пуски, выявлять конкретные траектории и цели, где Россия будет иметь на территории Украины, и, соответственно, выбирать ту модель противоздушной обороны, которая сейчас эффективно собьет ту или иную систему. Это модель разминирования, они уже об этом заявили, новейшая, которая действует на расстоянии. Не нужно минерам ходить по полю или где-то продвигать какие-то тралы за счет какой-то тяжелой техники. Это создает условия для размера нескольких километров, а если такой формат ковернан, направление ударов, это несколько десятков километров. Поэтому особенно южные направления, как мы говорим, будут более эффективно проходить наши, соответственно, вооруженные силы и развивать очень мощно, возможно, даже фланговые наступления. Вот тут практическая модель, которая очень хорошо будет работать. Ну и, конечно, это боеприпасы, это кровь войны различных типов, различных систем. И Германия, и Франция сейчас очень резко наращивают именно производство. На своих заводах строят новые. И, конечно, это совместное производство Украина и Германия по линии ВПК. Тут различные темы. Танки, БТР, БМП, вот другие системы. Это то, что будет именно насыщено вот этим пакетом большим, о котором мы говорим. И, конечно, логистические пути. Это средства защиты, это тягачи. Это, соответственно, все системы, начиная от Касак и Бронников, заканчивая, конечно, более мощными моделями, которые сейчас пробивают, например, или минные поля, или, например, мостные укладчики, которые будут позволять нам идти через реки. Это, конечно, катера очень быстроходные, особенно на море, которые могут работать очень эффективно против любых средств противника, включая даже ракетные катера и подводные лодки. Поэтому, я думаю, такой пакет очень большой, мод представлен. Конечно, он будет не такой массовый. С учетом, я даже беру 8 миллиардов, это не будут, например, сотни-сотни типов различных систем. Ну, как мы говорим, Петрио, там они передают один, Ариусы несколько передают, например, там, Гепарды передают несколько десятков, Леопарду несколько сот, я думаю, все-таки уже есть в пакете. Ну, конкретику не расшифровывается, Но, в целом, мы можем оценить ситуацию, что это будет хороший пакет, но он тактического уровня. Еще нужно, чтобы и другие страны, и США, и Великобритания, Франция, Италия, и другие, дали именно свои пакеты. Тогда мы можем иметь перспективу в консолидированном плане, и не только обороны, и проведение подготовки наступательных операций тактического, стратегического уровня. Николай Григорьевич, расскажите, пожалуйста, а согласны ли вы с тем, раз уж мы заговорили о Германии, что вообще за время полномасштабного вторжения Германия – это яркий пример некого, ну, такой, трансформации отношений к Российской Федерации, вообще, в целом, войны в Украине, да и вообще, политикум немецкий. Мы помним вот недавнее заявление, и вообще, личность Герхарда Шрёдера, экс-канцлера немецкого. И вот как-то за полтора года много чего изменилось, согласитесь? Ну, принципиально изменилось. Штаймайер, который именно полностью поддерживал Россию, резко поменял ситуацию, особенно после визита в Украину. Точно та же Шольц, точно та же уже Шрёдер начинает менять позицию. Что мы говорим? Не только традиционные, экономические, ментальные связи России и Германии всегда доминировали над отношениями Германии и Украины. Как правило, я очень часто бывал, встречался с канцлерами, руководителя разведки, Минобороны, контрразведки, то есть БНД, БФФ и тому подобное. Часто, конечно, приоритет был в Москве. Потому что это громадная страна, большая экономика, большущий партнер. Ну и, конечно, очень мощное лобби в Германии. Очень мощные инфрационные модели. Очень мы говорим, как будто бы, да, теневых схем нет, но когда мы нас занимали с газом, когда Россия там прекращала, нам и Европе, начали выяснять, кто потребитель большой, чтобы подключить как союзника. Так это Германия, ну и другие страны. Мы понимаем эти все потоки, которые были. Это очень мощный формат интересов, очень большой. Ну и на этой основе, конечно, работали российские спецслужбы. Формировали свои лобби на экономическом, энергетическом секторе, политическом, соответственно, партии были под давлением в некоторой степени России. И часто и руководители страны, в целом, этого правительства, было очень лояльно. А теперь Шоры сняты. То есть Россия, по-русски, нарушив все принципы, не только международного права, моральные принципы, неофициальных отношений той же Германии. Нет, мы идем на войну. Это был голодный душ и Шольцу, и Штаймару, и даже Шрёдеру. Поэтому, конечно, это поменяло позицию. Хотя лобби еще пытается тормозить процесс помощи. Ищет какие-то шпильки, какие-то мотивации. Сейчас пытается говорить о том, что не только там, якобы, они не готовы нам передать Таурус, потому что мы будем стрелять. И хотя мы имеем обязательство не стрелять по территории России. А в первую очередь, то, что лобби говорит, что Россия будет считать, что Германия вступила в войну, и будет угрожать прямой агрессии Германии с использованием ядерного оружия. Это самый главный пугательный аргумент для вот этих всех элит Германии. Хотя это все блеф полный, потому что Россия получит такой отпор от США, Британии, Франции и другие, что ничего не останется. Это предупреждение, исполение разведки, Пентагона, к тому же именно Нарышкину через Берса, к тому же, так сказать, Герасиму из Шойгу через Остина. Поэтому тут такой формат не работает. Но Германия очень осторожно к этому относится. И основная мотивация не ступить в глобальную конфронтацию, тем более ядерную, с Россией. Это сдерживает фактор. А вот это лобби, которое пророссийское, и сейчас эту тему поддерживает. Хотя уже все. И Бодестаг, и Нижнеполад, и Конгрессорад, и правительство, и Минобороны, и МИД все за поддержку Украины и передачу тех же Таурусов. Но пока еще Шольц сомневается. Есть такие группы, влиятельные, очень мощные, в его окружении советники и лоббистские группы с различных систем, которые сдерживают фактор. Когда, я прямо скажу, когда же все-таки будут, когда США также вот этот фактор не будут учитывать, а передать все атакамсы F-16 полностью, а не только частично, вот тогда будет шевелиться Германия в отношении поставки как раз и Таурусов. Николай Григорьевич, огромное спасибо вам за то, что разъяснили довольно серьезный вопрос. Получается, что Украина может рассчитывать на серьезную поддержку. И важно понимать, что это, кстати, и для немецкого рынка серьезные деньги. Rain Metal, вот я читал только что, до 10 миллиардов долларов подняла стоимость своих акций за счет подъема оборонных заказов в три раза. У нас через минуту как раз минута молчания в память о всех жертвах российской агрессии, поэтому мы вас благодарим за включение и ждем вас в следующих эфирах. Николай Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы был в студии канала Freedom. Спасибо.